всем доброе утро готовлю себе завтрак делаю кофе и сейчас утром сидела листала ленту в инстаграм и увидела яйцо пашот и прям знаете так мне захотелось сейчас вот нарезала черный хлебушек сырокопченую колбаску кусочек сыра и сделаю яйцо пашот вода у меня закипела делаю температуру поменьше и я делаю яйцо пашот прямо воронки вот так вот вилочкой раскручиваю воронку это просто кипяченая вода без соли потому что я знаю некоторые там соль соду уксус добавлять я ничего не добавляю просто так раскручиваю воронку туда разбиваю яичко и уже там сами ждете если хотите всмятку то поменьше подождать если в крутую то побольше вот такой сегодня у меня видите вкусненький завтрак и кстати посыпала я ее черной солью кто-то у меня спрашивал это четверговая соль она идет с активированным углем сейчас я вам покажу даже вот такая вот покупала я ее в магазине в каком-то уже даже не помню но я знаю что ее продают в храмах в церквях тоже продают она готовится по четвергам поэтому так называется вот кто-то спрашивал я сейчас вспомнила ладно я буду быстренько завтракать софия уже покушала гречневую кашу и уснула она сегодня рано проснулась поэтому она пока поспит не а быстренько позавтракаю мне приятного аппетита и если вдруг кто-то тоже кушает вам тоже приятного аппетита ну что всем привет я сейчас хочу быстренько помыть стиральную машинку потому что никак у меня до нее время не доходит сейчас сниму вот этот вот лоток сам помою потому что у меня такой довольно грязный и саму машинку тоже помою потому что я вам говорила если грязное белье какой-то стираете или черное белье который линяет обязательно потом нужно машинку промывать иначе вода вот это она плохо вымывается там внутрь барабана она затекает и потом она может пачкать белое белье поэтому машинку обязательно нужно чистить вот видите какой он у меня у меня почему-то вот здесь вот порошок когда начинается стирка он как-то не весь смывается и всегда он у меня остается если вот сюда кладу нормально как бы порошок до уходит весь а вот здесь почему-то остается несмотря на то что я всегда протираю как-то стараюсь мыть но все равно видите вот здесь вот как камень образовывается так я наверное сейчас возьму вот что у меня для сантехники есть есть вот такой вот санокс и я прям им залью хорошенько одену быстренько перчатки пусть он немножечко помокнет постоит вот эти вот средства на сантехнике хорошо открыла вот эту штучку а там он смотрите какая желтизна сейчас там средства пусть туда попадет немножечко я его почистила пусть он еще чуть отмокнет я вот здесь вот внутри машинки тоже прям щёточкой прохожу прочищаю потому что здесь тоже может налет от порошка образоваться здесь тоже вот в углах порошок бывает хорошенько чищу конечно намного лучше но хотелось бы что прям беленький был теперь что нам обещает этот тирет 5 мощных функций нейтрализует неприятный запах устраняет известковый налет и камень вот видите удаляет мыльный налет очищает внутренние части стиральной машины обеспечивает гигиеническую чистоту производитель заявляет что нужно тирет налить на губку и протереть вот этот отсек а уже оставшиеся средства залить и включать на 60 градусов я бы понюхала он знаете так пахнет приятно нехимозно я думаю просто если он расщепляет вот этот камень то какое средство должно быть если даже санокс не справился но не знаю сейчас посмотрим так надела на всякий случай перчатки наливаем средство на губку и хорошенько вот так вот ну ладно посмотрим так и теперь уже значит мы заливаем машинку у меня закрыта вещей там нет заливаем в отсек и включаем на 60 градусов помните я покупала вот такие вот ловушки для цветов пятерочки я ими пользуюсь девчонки мне они нравятся немножко у меня видите здесь совсем осталось и взяла на пробу вот такие от поклан эти я брала где-то 174 184 что такое почти 200 рублей вот эти я взяла за 112 рублей здесь тоже 20 штук брала пи в перекрестке я уже попробовала ими постирать один раз тоже такие же девчонки тоже такой же эффект я вот мне нравится я пользуюсь я добавляю дет детские вещи когда стираю и пробовала даже темная когда черная что-то стираю добавлять если линяет тоже цвет как бы в себя впитывает ну и не закрашивает мне прям очень нравится и еще девчонки мне писали что магнит косметика не вообще чуть ли не 90 с чем-то рублей у нас вообще девчонки здесь рядом нет магнит косметик я вот как-нибудь мы на днях обязательно поедем есть чуть-чуть подальше я если честно в этом магазине магнит косметик была всего лишь один раз да кажется один раз вот как-нибудь на днях мы поедем съездим не очень интересно что за магазин но на днях нет на днях я конечно вас обманываю вот как софийка в садик выйдет то обязательно поедем съездим софия уже проснулась дала мне быстренько машинку помыть да дочь это как себя чувствуешь расскажи ничего тебе не болит давай посмотрю что-то там слепила самолетик вообще это у нее был песок розовый пакетик и голубой а сейчас мы его смешали да смешали получился такой фиолетовый дам да чуть-чуть фиолетовый чуть-чуть голубой чуть-чуть розовенького мама знаешь фиолетовый похоже на розовый похоже на розовый ну да немножко есть давайте чуть-чуть розовенький сегодня на завтрак гречневую кашу она кушала и супчик еще плюс вчера остался я варила вот ни кашу гречневую не хочет не суп не хочет вот сейчас на овсянку вроде уговорила будешь овсяную кашу кушать сейчас ей нордик сделаю она быстро это делается крабик 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 мама знаешь песок как море песок как море да а ты помнишь море да мы ехали туда на на следующий год тоже дай бог поедем да чемодан у тебя есть да я беру туда купальники очки шоке я хочу попить ты ж сок не пьешь я же люблю а уже полюбить на море полюбишь да это все да тёма сок там был в сочи помнишь тёма сок тёма сок не только в сочи есть и здесь тоже есть тёма сок где перекрестке в пятерочке ну давай купим ну ты же не пьешь сок а сейчас полюбила а уже полюбила да да давай купим ну хорошо а ты какой будешь ягучный апельсиновый вишневый там какой ананас я хочу вишневый вишневый а какого он цвета будет думаю вишня какого цвета красного ну значит сок какого цвета будет красного ну правильно еще последнее время часто тоже пишите мне по поводу моего цвета волос что настя тебе не идет это не твой цвет ну видишь как ты аккуратнее нужно дочь смотри немножечко специально поставила столик не на полоса вот сюда чтобы если она рассыпет можно было потом пылесосом собрать вот ну в общем пишите что не очень идет настя темный цвет не твой просто понимаете сейчас если вдруг я ну не очень выгляжу там я не выспалась или у меня укладка не такая все сливается на мой цвет что мне не идет этот цвет девчонки ну и со светлым волосам да я не со светлыми волосами я тоже не всегда хорошо прям выглядела ну бывает такие дни да я выхожу всегда с вами разная и с масками и с маской на голове и с маской на лице в общем такая какая есть естественно я не волшебница да чтобы всегда хорошо выглядеть прям на щелчок раз у меня тоже бывает что я не высыпаюсь иногда ну что-то может быть нет настроения бывает такое тоже какая-то укладка не такая или допустим вот я целый день с макияжем хожу до вечером уже с вами прощаюсь естественно уже макияж не свежий но бывает такое а вы сразу настя все тебе цвет волос не идет я конечно мне я сама себе тоже блондинка очень нравилось и я знаю что сто процентов я буду выходить в блонд но вот не в ближайшие по крайней мере два месяца но до нового года точно не планирую а потом после нового года ближе к весне я хочу немножко осветлить сначала хочу походить в таком знаете либо может быть русом до цвете вот или темно русой что-то такое сделать ну что-нибудь попробую а потом уже постепенно с русого можно будет выйти в блонд в блонд однозначно буду выходить вот наверное ближе к весне может быть 8 марта не знаю в общем посмотрим полепила ну все насколько тебе хватило на 5 минут вот вставай аккуратно смотри пойду и ручки помою минут 15-20 она наверно поигралась ползала в песке сама вся в песке даже на голове у нее песок пошла ее искупала помыли голову потому что мы вот наверно неделю голову не мыли так-то ополаскивались а голову не мыли но я думаю сразу заодно тогда и искупаемся вот здесь тоже пропылесосили сейчас пришла миланка со школы пока они там в детской играют мне нужно будет что-нибудь приготовить быстренько покушать нам вот вытащила куриную грудку наверное сейчас такие как типа отбивных сделаю я решила приготовить грудку под шубой у меня было два кусочка куриных филе я вот на три части их разделила много не хочу делать я сейчас их слегка немножечко отобью прям вот совсем слегка ну вот так вот видите немножечко я их отбила теперь мы каждый кусочек солим и теперь перчим так все посолили поперчили и теперь отправляем на сковородку масло у меня уже нагрелось до золотистой корочки и обжариваем она осталась мы обжариваем для того чтобы она внутри сочная оставалась и сильно тоже обжаривать не надо а то она подсохнет так ну все теперь выкладываем вот на бумажное полотенце чтобы масло так пусть пока масло стекает мы начинкой займемся так смотрите здесь у меня я порезала помидоры три штуки мелко один болгарский перец красный кинзу сыр через крупную терку и 4 зубчика чеснока вот такая вот у нас будет начинка и сейчас сюда прям начинку мы добавим немножечко горчички вот так вот на глаз где-то я сделаю и сюда же добавим майонез у меня вот такой вот тряба майонез и все хорошенько мешаем можно заменить сметаной если вы совсем прям майонез не едите и все мешаем я такую ложку неудачную взяла так немножечко солим тоже начинку перчить я не буду думаю что на курочке достаточно перчика так теперь перекладываем нашу грудку на противень вот сюда покрываем ее пергаментной бумагой и вот так вот выкладываем теперь на каждую грудку кладем нашу начинку и теперь сверху посыпаем сыром и отправляем в духовку на 180 градусов на минут 35 ну вот смотрите какая получилась у меня вкуснятина вот такая вот грудка под шубкой вот здесь прям видите корочка но внутри она будет прям сочненькая ну вот смотрите сейчас покажу вам в разрезе вот такая видите она с корочкой хрустящая сделала все свои дела пока Миланка и София смотрят мультик я быстренько села с вами поговорить о чем хочу поговорить о том что нас с вами стало 20 тысяч на канале чему я очень очень рада и вчера уже некоторые девочки меня поздравляли Настя писали с 20 тысячами тебя поздравляем спасибо вам огромное и конечно же это не только моя заслуга но и ваша даже в большую степень ваша потому что вы никогда меня не оставляете без внимания всегда пишите комментарии ставите лайки и это конечно же тоже способствует продвижению канала пусть у меня нет такого большого роста подписчиков да у меня например стабильно где-то в день подписываются от 2 до 20 человек ну когда как когда 15 человек когда 5 человек в общем всегда по-разному но что меня радует что все те люди которые подписываются на мой канал все остаются со мной то есть я получаю от вас практически стопроцентную отдачу мои подписчики да вот 20 тысяч мои дорогие да и всегда просмотры соответствует моим подписчикам и знаете это это наверное самая большая радость для блогера потому что представляете вот допустим вот у меня тридцать тысяч подписчиков да смотрят меня десять тысяч естественно я буду переживать где остальные двадцать тысяч что я делаю не так и любой блогер будет ну как бы копаться в себе искать что-то а у меня вот вы есть двадцать тысяч да и двадцать тысяч ну девятнадцать тысяч просмотров практически на каждом видео у меня есть это это безумно приятно это безумно меня радует это меня мотивирует и конечно же вот честно вам сказать да если бы не вы если бы вот не ваша поддержка может возможно я могу сейчас плакать возможно были когда-то я бросила это дело и вообще не стала бы продолжать потому что было у меня в мыслях в одно время такое что блин может мне это вообще не надо да и когда я смотрела вот сколько людей пишут мне то что вижу да что больше лайков чем дизлайков естественно это меня мотивировало и конечно сейчас уже я такого никогда не скажу что я там закрою канал или брошу это дело потому что это сейчас мое любимое дело я очень люблю youtube я очень люблю всех вас не зря я вам всегда в конце видео говорю что я вас очень люблю ну вот я такая сейчас начнется у меня все вот и за то что конечно же вы всегда уделяете мне внимание мне тоже хочется сделать хоть такое малюсенькое тоже для вас внимание и я хочу просто провести конкурс на своем канале я конечно думала до этого ну я видела что у меня подходит двадцати тысячам думала ну вот о конкурсе да каком то сначала хотела сделать что-то из косметики да бьюти что-то такую бьюти тему но потом подумала все-таки у нас да тип кожи у всех разные тип тип лица тип волос да и кому-то может что-то подойти а кому-то наоборот и поэтому как-то я не стала об этом думать и вот то что Артур летал в Ташкент я решила опять сделать с такими гостинцами из солнечного Ташкента мне кажется это будет приятно всем вам и давайте для начала я покажу вам призы которые будут а потом уже скажу условия конкурса вот такие вот вкусные подарки ждут каждого победителя это вот такой вот набор специи здесь идут разнообразные специи посередине это ароматный горный чай который я очень люблю а здесь по бокам ну прям очень много приправ здесь видите изира горький перец петрушка здесь приправа для шашлыка ну в общем разные-разные приправы здесь у нас идут сухофрукты и несколько видов орешков это настоящий узбекский самаркандский плов это артур покупал в дюти фри если честно я сама его первый раз только попробовала хотя очень много было о нем наслышано у меня просто у сестры работает подруга в турагентстве и она говорила что когда вот приезжают да туристы они прям набирают вот этот плов я очень много слышала и вот в этот раз артур привез аж 10 банок представляете и я тоже попробовала плов действительно очень вкусно здесь очень хороший состав и конечно же я хочу чтобы вы тоже его попробовали и вот такой вот чисто символический магнитик на холодильник победителей будет трое и каждому победителю отправится вот такой вот набор подарков ну и теперь скажу вам условия конкурса первое вы должны быть моим подписчиком второе поставить лайк этому видео третье поделиться этим видео где-нибудь у себя в соцсетях таких как одноклассники вконтакте или фейсбуке ну таких больших соцсетях и четвертое написать слово участвую если вы участвуете и оставить ссылку где вы поделились моим видео ссылка должна быть работающая чтобы потом я могла посмотреть где вы им поделились потому что в прошлый раз вот из 320 участвующих где-то 60 человек выполнили условия неправильно и естественно они выбыли из конкурса это конечно очень неприятно очень обидно но правила должны быть правилами все должно быть честно чтобы потом ну просто есть такие люди которые будут мне писать Настя вот они неправильно сделали а если кто-то потом выиграет ну в общем чтобы у нас не было с вами никаких недопониманий вот поэтому будьте внимательны еще условия конкурса я продублирую себя в комментариях если вдруг кто-то ну там не понял да вы можете в любой момент зайти и посмотреть ну и в принципе все всем вам желаю удачи и через 10 дней я выберу три победителя и отправлю вам ваши гостинцы призы тогда их назовем вот ну а на сегодня все всех вас очень люблю и всем пока пока ну а ну а ну а